Форум профессионалов индустрии развлечений и отдыха вот уже 28 лет является главной площадкой для обсуждения проблем и достижений отрасли. И неизменно проходит в Сочи. В городе парке, в городе центре развлечений. Сочи всегда является лидером. Во-первых, это южный город. Во-вторых, это туристический город. Со всей нашей России и плюс зарубежные гости всегда приезжают в Сочи. Юг позволяет сделать парк очень красивый. Начиная от простых парков, ландшафтных, Дендрария, Ривьера. В Сочи всегда появляются какие-то новинки. В этом году в форуме участвуют более 200 представителей парков развлечений и отдыха, производителей аттракционов из 37 регионов страны. Международный статус мероприятию обеспечили коллеги из Италии, Казахстана и Белоруссии. Одна из ключевых тем нынешнего съезда – парк, как неотъемлемая часть формирования комфортной городской среды. В стране действует федеральная программа по созданию и благоустройству зеленых зон. В том числе в ее рамках в Сочи будет разбито более 10 новых скверов. В ближайшее время, краткосрочный план – это создание 11 вот таких зон. Это небольшие парки, скверы. В прошлом году по этой программе было уже открыто 4 таких места. Один из вопросов, который обсуждается из года в год и является главным – это безопасность эксплуатации аттракционов. В ходе форума участники обсудят вступивший в силу документ, который в том числе регламентирует ввоз и эксплуатацию аттракционов из-за рубежа. В этом году Государственная Дума приняла о том, что будет введен государственный надзор региональный за аттракционами. Вступление планируется с 1 января 2019 года. Вот эти все вопросы, текущие уже, так сказать, они чисто профессиональные, мы будем осуждать на форум. Ну а завершит форум индустрии развлечений церемония награждения победителей конкурса «Хрустальное колесо». Его проводят среди парков культуры и отдыха. За годы проведения церемонии в число лучших несколько раз попадал парк «Ривьера». «Хрустальное колесо» доставалось и Сочи парку, как лучшему тематическому. Попадут ли парки Олимпийской столицы в число победителей в этом году, станет известно 21 сентября. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».